Долгожданная реконструкция. В селе Якорь завершают ремонт водопровода. Только в прошлом году там было 27 аварий. Пик коронавируса прогнозируют на осень текущего года. Что о подъеме заболеваемости думают медики и североказахстанцы. 26 тысяч туристов посетили Северный Казахстан за три месяца. В регионе разработано 28 турмаршрутов. Куда можно отправиться? Молодежное крыло партии Аманат получило новое название Шастар-Рух. Идею о переименовании поддержали все делегаты во время внеочередного шестого съезда крыла партии. Также во время встречи к молодежи обратился президент страны Касым Жумар Тукаев. Он назвал три важных приоритета для молодежи нового Казахстана. Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Говоря о стремлении к знаниям, президент заявил, что будущее за цифровыми технологиями и инновациями. При участии молодежи страна должна стать конкурентоспособной, обеспечив повышение благосостояния и качества жизни граждан. Молодежь должна ценить честный труд и быть сильным духом, уметь ставить интересы государства выше всего. Для этого нужно знать родной язык, чтить традиции и историю своего народа. Это святой долг каждого молодого человека, добавил Тукаев. Долгожданная реконструкция сети водоснабжения в селе Якорь Козлужарского района подходит к концу. Работу здесь выполнили уже на 75%. Построили 10 километров сети и установили 130 колодцев. Трубы, кстати, тянут методом прокола. Этот способ проще и дешевле в реализации. Завершить работы планируют уже в сентябре этого года. Об этом сельчан Якима области заверил представитель подрядной фирмы. По договору срок завершения строительства до июля 2023 года. Темпы хорошие, они только на руку жителям Якоря, которые были вынуждены в последние несколько лет экономить воду. Ведь давали ее здесь строго по часам и со слабым напором. А все из-за изношенных труб. Этот водопровод был старый. В прошлом году было 27 аварий, получается. До этого 14 аварий было. Понятно, что чуть-чуть там начнешь давить, труба не выдерживает, старая. Поэтому было принято решение о том, что здесь нужен новый водопровод. И вот 13,5 километров только новые трубы протягиваем. Теперь вопросы будут все сняты. Нечем поить скот, поливать огород. Трудности последних нескольких лет Анна Иванова помнит, как сейчас. Наконец, с заменой сетей водоснабжения проблема решится. Теперь сельчанка копит средства на подведение водопровода в дом. Мы очень сильно намучились. В прошлый год я вообще ничего не садила, потому что не было воды. А тоже муча детей, они еще маленькие, как бы у меня тогда сыну было 10 лет, но все равно он маленький. Для этого таскать флягу я планирую провести воду в дом. Заявку на подключение дома к сети водоснабжения подали 30 человек. Этой возможностью могут воспользоваться жители всех 712 дворов села. За один метр вместе с материалом здесь просят 3,5 тысячи деньги. Менсионерам обещает скидку. Кроме того, ТО КАЗ Еврострой может сделать это в рассрочку. Скидка будет, но это будет удивительно. Почему? На какое расстояние будет? По проекту у нас 13,8 километров, 110, 1400 метров у нас 160 труба лежит на входе, это для давления. Основная труба у нас лежит 110. На сегодняшний день проложено уже 1400 метров, 160 и 10 километров уже лежит у нас 110. Поставлено уже 130 колокций. Нам осталось в принципе, считайте, 3 километра все осталось. До конца этого года ситуацию с водой улучшат в 15 селах области. Живительную влагу подадут еще в 10 населенных пунктах, где живут 45 тысяч человек. В 2022 на строительство и реконструкцию 135 километров сетей планируют направить свыше 12 миллиардов тенге. На сегодня из 635 сел области централизованного водоснабжением обеспечено 406 населенных пунктов. Женаль Писембаева, Александр Янцен, МТРК. В прошлом году компания Кул Инфинити сделала 133 термовагона на сумму 5,2 миллиардов тенге. Цель 2022 изготовить 200 вагонов, чуть больше половины уже собраны. Большой заказ поступил от местной компании «Маслодел». Вот один из 90 термических вагонов, который заказало товарищество. Для его изготовления понадобилось 10 дней. Завозится по отдельности рама элементы кузова крыша, здесь это все сваривается, устанавливаются двери, красится и маркируется. В итоге получается готовый изотермический вагон, позволяющий перевозить до 145 кубометров грузов скоропортящихся и нескоропортящихся. Проблемы были, так как вагон новый, но мы их сразу оперативно устраняем и они попадают под гарантийные случаи. По изготовлению у него есть гарантийный период, это 3 года либо 200 тысяч километров пробега. Такой вагон, независимо от погоды, сохраняет температуру продуктов во время перевозки на большие расстояния от 7 до 10 дней. С 2021 года ТОКУЛ Инфинити расширила линейку продукции. В компании начали изготавливать вагоны, которые способны охлаждать продукты в два раза дольше, чем их предшественники. В прошлом году мы еще освоили новую модель вагона, автономный рефлюжаторный вагон. Данный вагон в Казахстане не делался, получается, первый раз мы его сделали. Сертификации все прошли, сертификат получили. Уже два сделали на Россию и в этом году мы уже заключили экспортный договор на Азербайджан в количестве 50 штук. Он у нас будет переходящий в 2022-2023 год. С ноября по декабрь мы уже будем по 10 вагонов отправлять в Азербайджан напрямую. Большей частью мы с вами проводим маркетинг, проводим переговоры и находим уже заказчиков. Компания большое внимание уделяет потребностям отечественного и зарубежного рынков. Для представителей транспортных компаний и не только ТОКУЛ в этом году планируют освоить новый вид вагона. Он тоже будет изотермическим, но с большей грузоподъемностью. Что касается экспорта, то в основном умные вагоны, сделанные в Северном Казахстане, отправляются в соседнюю Россию. Там же завод покупает тормозное оборудование, колесные пары и железо в листах. В феврале за напряженной геополитической ситуацией в соседней стране приобрести необходимые комплектующие было непросто, но проблему удалось решить. Что касается персонала предприятия, то в производстве задействованы 105 человек. В среднем за свой труд они получают 250 тысяч тенге. Дарья Башмынцева, Александр Янцен, МТРК. Свыше 500 обращений поступило в телеграм-бот Бала Кургау, комитета по охране прав детей. Большая часть вопросов касалась конфликта в семьях, взаимоотношений детей и педагогов, пособий многодетным семьям, буллинга и организации летнего отдыха. Проект Бала Кургау помогает детям, а также родителям, подвергшимся насилию, потерявшим близкого человека, испытывающим стресс и нуждающимся в поддержке. В чате можно попросить о помощи анонимно, в каждый случай рассматривать в срочном порядке 24 на 7 и держать на особом контроле до выяснения всех обстоятельств и полного разрешения ситуации. Представляются полицейскими и узнают информацию о банковских счетах. 30 североказахстанцев обратились в полицию с заявлением о новом виде телефонного мошенничества. Никто из них от рук аферистов не пострадал. Более того, жители Североказахстанской области сами стали проводить активную информационную работу против онлайн-мошенников. В социальных сетях североказахстанцы распространяют аудиозапись разговора с аферистом. На нем женщина представилась сотрудником полиции, сообщила о возбуждении уголовного дела. Якобы со счета Петропавловцы аферисты пытались снять деньги. Чтобы их остановить, нужны банковские данные пострадавшего. Полицейские просят не доверять таким звонкам и отмечают, что для уточнения имени и фамилии полицейских можно обратиться в территориальные подразделения, откуда якобы был совершен звонок. Номера для связи опубликованы на официальных сайтах. Карантин, маски, соблюдение дистанции. Еще недавно эти антиковидные меры были частью нашей жизни. Потом ситуация стабилизировалась, но эпидемиологи твердят, что расслабляться еще рано. Сезонную заболеваемость никто не отменял. Сегодня недельная заболеваемость коронавируса в мире выросла на 1 миллион случаев. На прошедшей неделе ковид-19 выявили почти у 6 миллионов людей. Количество инфицированных в соседней России растет вторую неделю подряд. Казахстан, к сожалению, тоже далеко не отстает. С середины июня в стране отмечается рост заболевших. Алматы приблизился к красной зоне. Наша область находится в зеленой. Чтобы обезопаситься, казахстанцам с 5 июля рекомендуют вновь носить маски. Как понимают ситуацию североказахстанцы и принимают ли профилактические меры? Ведь новый пик коронавирусной инфекции эпидемиологи прогнозируют на осень. Тут вряд ли можно что-то сказать. Потому что, как говорится, свои мало ли что принесут. А если будет наплыв людей, тогда другое дело. Особенно в Турции взять. Там за счет приезжих в основном это получается. По поводу того, что в мире происходит, ничего не знаю. Я как-то не слежу. Но у нас добавляются снова люди. Ну, лично мое мнение, если... То я считаю, что это, как бы, не знаю... Ну, не может быть так. Резко, значит, люди перестали болеть коронавирусом. Потом резко они снова, да, начали заболевать. Ну, то есть я, как бы, просто в это не верю особо. Это кому-то выгодно, кому-то... Кому-то это нужно. В 50-х годах, того времени еще, уже были то, что вот сейчас мы делаем. Вот эти компьютеры, представляете? И вот этот компьютер выдал, что в таком-то году, если с перенаселением, настолько людей должны погибнуть, чтобы выжить остальным. Все работники государства, все в один голос, ой, страшно, ой, опасно, ДТ и ДП. Значит, нас так внушили. И когда, вы поймите правильно, корабль тонет не от того, что он на плаву, а он тонет тогда, когда внутри вода. Вот как-то на воздухе не страшно, а вот в помещениях, там, в больницах, вокзалах, еще что-то. Стараемся просто избегать. А так, ну, взрослым прививки поставили, вот. Надеемся, что скоро закончится. Все равно и дети могут из школы принести что-то такое. Ну, не знаю, только надеяться, что наши прививки нам помогут как-то справиться, и иммунитет детский тоже справится. Как видим, мнение разделяется. А врачи тем временем настоятельно рекомендуют защитить себя и своих близких от главного вируса 21 века, который показал свои ужасающие возможности. И способ уберечься нашли пока только один – это вакцинация. Многие люди уже поняли это. Многие прошли через то, что потеряли близких, родных, друзей. Когда мы не верили в вакцинацию, мы надеялись, что это очередной грипп. В нашей поликлинике имеется три вакцины, которые защищают от данной инфекции. Это Пайзер, это Казвак и вакцина Виросел. Очень учитываются аллергические реакции на предыдущие вакцины, на какие-то другие компоненты. В период обострения каких-то заболеваний хронических вакцины не ставится. Наблюдают врачи за пациентом первые 30 минут в поликлинике и последующие три дня. Полный курс вакцинации в области прошли более 85% населения. Ревакцинировались более 170 тысяч человек. Острых побочных реакций на вакцину врачи не наблюдали. Анастасия Кузнецова, Азамат Баймукан, Казбек Иракбаев, МТРК. Сельчане могут и должны сами решать, куда направить бюджетные деньги. Для этого в селах Казахстана создают органы самоуправления. Как правило, это инициативная группа активистов, которых жители деревень выбрали на сходе. Чаще всего это представители взрослого поколения, всю жизнь прожившие в этом селе, потому знают все проблемы. Но они не юристы и не экономисты. Как лучше распределять бюджет, какие есть законные нормы, как работать в связке с госорганами. С ответами на эти вопросы приехали столичные эксперты. Для сельских активистов они проводят трехдневный тренинг. Сейчас выделен четвертый уровень бюджета, как раз ориентирован для сельских округов. Выделяются конкретные бюджеты, выделяются налоги, которые уже отчисляются на четвертый уровень бюджета, связанный с сельскими округами, который будет в последующем расширяться. В 2024 году будет создаваться уже институт кинесов, который позволит создать полноценный институт с делегированными всех полномочий. К этому времени для сельских активистов проведут несколько тренингов, чтобы институт кинесов был юридически и экономически подкован. В Козылжарском районе на семинар приехали 35 человек, в их числе Анатолий Никишин. Он председатель Совета общественности Петерфельского сельского округа, куда входит 6 сел. Население – 2500 человек. Куда направить бюджетные деньги теперь решает не единолично Аким, а Совет общественности. Буквально за 2-3 года и капитальный ремонт дорог идет, и освещение, и по правопорядку установили камеры, и сразу ощущается работа и участковых, потому что самоуправление привлекает к работе и участковых. И вплоть до простого примера, что начали штрафовать за выброс мусора, за нескошенную траву, за неопрятный вид дворовой территории. Аким округа в данном случае руководитель, а Совет общественности – исполнительная власть. Так и должно быть, считает активист. Совет общественности Петерфельского сельского округа существует 3 года. Показывает хорошую работу, и во многом помогли такие тренинги. Раньше приходилось опираться только на жизненный опыт. Мы узнали, сколько у нас действительно полномочий. Что скрывать? Мы не все изучаем законы, законы не успеваем читать даже, сколько их выпускается. А вот именно на таких встречах мы заостряем внимание и наши обязанности, и наши возможности, и наши права. Также на тренинге рассказывают, как нужно взаимодействовать с госструктурами и как привлечь в ряды активистов молодежь. Это поможет удержать их на селе. Плюс уже будут объявляться конкурсы для жителей того или иного сельского округа. Если они будут предлагать какие-то конструктивные решения, проекты, каких-то необходимых для них, для решения каких-то вопросов на сельских территориях, то они будут участвовать в этом конкурсе, подавать эти заявки. И в конечном итоге это будет приводить к тому, что они будут получать этот грант. Механизм по выделению гранта в ближайшее время начнет работать. А по итогу трехдневного тренинга активисты разработают программу развития своего села. Агирим Хамзина, Азамат Боймукан, МТРК. Макен Ержан совсем недавно окончил магистратуру Академии государственного управления при президенте РК. Учился на гранте. За два года обучение приобрел много полезных навыков, которые теперь применяет в своей работе. Вновь приступил к службе он 1 июля. В 2020 году появилась возможность пройти обучение по образовательной программе экономика. По магистратуре я данной возможностью воспользовался, о чем ни разу не пожалел. Академия действительно предоставляет широкие возможности для обучения, самосовершенствования. И действительно каждый государственный служащий на своем месте должен задуматься о том, соответствует ли он, допустим, веяниям нового времени, использует ли он аналитические инструментарии в своей работе. Обучался Макен в смешанном формате – онлайн и офлайн. Связано это было с эпидемиологической ситуацией. Благодаря такой практике, считает госслужащий, появляется больше возможностей. Нам не надо было выезжать в Нур-Султан, чтобы пройти отборочные туры и быть зачисленным в Академию. Я считаю, это шаг вперед, потому что мы должны продвигать цифровые инструменты. Это какие-то, допустим, студенты из далеких регионов страны, допустим, нам ехать 550-570 километров до страны. Но есть поступающие, которые из Мангистауской области, которым по очевидным причинам очень тяжело добраться. И, соответственно, это влияло на транспарентность отбора. Ежегодно на магистратуру выделяется 120 грантов, на докторантуру – 12. Совсем скоро начнется новый отбор. В нашей области работает на сегодняшний день 16 выпускников Академии. И вот сейчас в июне месяце получили дипломы магистра еще 6 государственных служащих области. В этом году прием документов продлится до 23 июля. То есть есть еще время подать документы. Документы подаются онлайн на сайте apa.kz и внесены изменения. При подаче документов теперь не требуется сертификат на знание иностранного языка. А вот уровень государственного должен быть не ниже B1. В этом году в Академии выпустились 6 магистров. Переподготовку прошли порядка 600 госслужащих, а повысили свою квалификацию порядка 100. Ежегодно Академии обучают одну треть госслужащих региона. Государственные служащие с момента поступления на государственную службу в течение 6 месяцев проходят у нас переподготовку. И уже в течение 3 лет они проходят курсы повышения квалификации и проходят обучение по 5 блокам. Первый блок это стратегический менеджмент и лидерство. Второй блок это проектное и цифровое государственное управление. Третий это, конечно же, эффективные коммуникации. Четвертый модуль это наш региональный компонент. И пятый это итоговый контроль знаний. Повышение квалификации могут пройти не только госслужащие. По заявкам это возможно для любой специальности. Академия пригласит соответствующих специалистов. Последнее приготовление к 5-дневному походу. 14 ребят из кружка туризма при городском детско-юношеском центре внешкольной работы поедут любоваться красотами Кызылжарского района. Мальчишки и девчонки меньше чем за неделю преодолеют расстояние практически в 60 километров. И все это вот с такими рюкзаками. В них все самое необходимое для похода. Свой маршрут путешественники начнут в Селеново-Никольском, а закончат на Вороньем острове. К походу ребята готовились год. Получали теоретические знания, такие как укладка рюкзака, установка палатки, преодоление простейших препятствий при помощи веревок, специального снаряжения, карабинов, зажимов, спусковых устройств и так далее. То есть все это будет применяться сейчас на практике в походе. Группа 16 человек, 14 детей кружковцев и два взрослых, два руководителя. В отделе туризма при городском детско-юношеском центре внешкольной работы трудятся пять педагогов. Посещают интересный кружок 225 любознательных петропаловцев. В основном речь идет о ребятах в возрасте от 10 до 18 лет. В рамках выделенных средств лучшие дети, кто постоянно занимается, имеют право поехать в поход. В этом году у нас запланировано 7 таких походов, поэтому 70 ребятишек закрепят свои навыки, умения. В прошлом году у нас детки ездили на озеро Монтау, выезжали, несколько походов было, участвовали в республиканских соревнованиях, занимали места. Поездка в Монтау запомнилась 14-летней Валерии Яушевой. В кружке туризма она занимается три года. Мы ходили пять дней, и там было очень красиво. Мы купались почти каждый день, возле костра песни пели. Мне нравится смотреть на природу, я люблю животных, и ходить для меня в походы очень весело, потому что у нас хороший коллектив. Старшие ребята нам помогают иногда, иногда мы помогаем младшим. Одевать обвязки, раскладывать палатку, собирать спальники, мы всегда помогаем друг другу. Кстати, самым младшим участникам этого похода 11 лет. Во время учебного года кружок туризма ребята посещают три раза в неделю. Занимаются они бесплатно. Взрослым за отдых в красивых местах региона приходится платить. Сколько именно зависит от предпочтений. Кому-то, как ребятам из кружка по туризму, нравится отдых в палатке. А некоторые хотят остановиться в комфортном домике. Главное то, что живописных мест, от которых захватывает дух, в Североказахстанской области много. В области у нас разработано 28 туристических маршрутов по достопримечательностям, с окраинным объектом и досуговым объектом. Имеются у нас конные, пешие, велосипедные и водные маршруты. Самые популярные маршруты это у нас Сопка-2 брата, Сопка-Казантау, мемориальный комплекс Хараса и Гантай-Батыров, усадьба Иганым и археологические раскопки поселения Батай. За первые три месяца 2022 года Северный регион посетили 26 тысяч туристов. Среди них были как казахстанцы, так и иностранцы. Дарья Пашмынцева, Александр Янцин, Казбек Иракбаев, МТРК. Вот уже 17 лет организация ЖАСЛЕЛЬ объединяет школьников, студентов и безработную молодежь в летний период. Провести время с пользой для природы и организма плюс подзаработать. Такой перспективой пользуются ребята от 16 до 29 лет. Среди них Александр Заготырин. В областном штабе ЖАСЛЕЛЬ уже не первый год. Четыре года назад вступил в отряд, чтобы оплачивать свою учебу в медицинском колледже. Сейчас он уже выпускник, но вновь решил принять участие в сезонной работе. Мы работаем со своими сверстниками. Легко завести друзей, а с друзьями и работать приятнее. Ну, работа у нас особо не тяжелая. В лесу всегда приятно, свежий воздух. Ну и в конце концов, лишний раз лес убрать от мусора, потому что очень много выбрасывают мусора. Это очень хороший вклад, так сказать, в общество. С 9 утра до 6 часов вечера кипит работа. Ребята занимаются санитарной уборкой леса, противопожарной уборкой, очисткой от сухостоя, заготовкой кормовых веников, прополкой и поливкой. Оплата за труд составляет около 90 тысяч тенге. В данном лесном хозяйстве туда устроено 14 человек. Здесь 11 и на базе Куйбышевского лесного хозяйства трое. В этом году квота по Северокастанской области была увеличена за счет средств из местного бюджета с 665 бойцов. У нас в этом году будет 776 бойцов. Сейчас уже трудоустроено 518 человек, трудится у нас по всей области от 16 до 29 лет. Они работают у нас на базе молодежных ресурсных центров, также на базе работодателей, таких как лесные хозяйства и на базе Катазенченко. Сейчас ведется активный набор бойцов Жасыл-Ель на следующий месяц. По плану было на юль месяц 35 человек. На сегодняшний день у нас на территории КГУ лесного хозяйства Казахстанской работают уже 15 человек. На август запланировано 30 человек. Должностной оклад составляет каждого бойца около 90 тысяч. Если 67 тысяч примерно оплачивает лесное хозяйство, остальное доплата идет уже от штаба Жасыл-Ель. Из местного бюджета на КГУ лесное хозяйство Казахстанской в этом году выделено 3 млн 550 тысяч тенге. Из республиканского транспорта выделено 817 тысяч. Требования для работы бойцов Жасыл-Ель просты. Это добросовестный труд и желание сделать природу своей области чище и лучше. Анастасия Кузнецова, Александр Янцин, МТРК. Навыки базовой медицины, бег с препятствиями, альпинизм и многое другое. Юные спасатели проходили тяжелые испытания. Возраст участников от 13 до 17 лет. С 27 мая по 1 июля в Кокшетау проходил республиканский этап соревнований «Юный спасатель». Приняли в нем участие 140 школьников в составе 17 областных команд. Наш регион представила команда «Алау» у Алихановского района. Состязания стали настоящим испытанием на выносливость. 8 ребят испытали сложные физические нагрузки в жаркую погоду и высокую конкуренцию. Мы прошли, получается, областной. После того, как мы заняли первое место, нам сказали, что мы поедем на республиканский. Это посеяла у нас большую надежду, то есть сможем ли мы достичь еще большего. И так вышло, что мы заняли четвертое место. И это очень классно. Это очень классные эмоции, новый опыт. И появляется желание работать дальше в этой сфере. Для 16-летнего жалгаса эти состязания особенные. Свои достижения он посвятил старшему брату, на которого равняется. Мой брат сейчас работает в ОЧС. Я беру с него большой пример. Я хочу быть, как же он. Самое трудное было эстафета. Эстафета была в боевой одежде. Это было плюс 30 градусов жары. И бегать это было слишком тяжело. Я получил колоссальное удовольствие в этом соревновании. И не важно, что мы даже не выиграли. Главное участник, как говорят. И все равно я доволен своим результатом. Состязания проходили по семи видам. Визитная карточка, стен газета, оказание медицинской помощи, пожарная эстафета, аварийно-спасательные работы в зоне техногенной аварии, поисково-спасательные работы в условиях природной и водной среды. Сегодня финалистов и, возможно, будущих спасателей честовали в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Наградили призами, почетными грамотами, памятными подарками, а также сертификатами на абонемент в физкультурно-оздоровительный комплекс. Диана Салихова, Казбек Рыгбаев, МТРК Диана Салихова, Казбек Рыгбаев Диана Салихова, Казбек Рыгбаев